Здравствуйте! В эфире программа «Лицом к лицу». Меня зовут Сергей Чернышев. Столетие Октябрьского переворота. В советской историографии столетие Великой Октябрьской социалистической революции. И еще одна дата – День освобождения Киева. Как трактуют эти события в рамках декоммунизации? Какие новые обстоятельства открывают нам ранее неизвестные архивные данные? И как украинцы воспринимают эти даты? Сегодня мы поговорим с главным специалистом Украинского института национальной памяти Виталием Агенко. Здравствуйте, Виталий! Здравствуйте! Столетие Октябрьского переворота. Как сейчас объективно воспринимают его в Украине? Потому что абсолютно, я бы сказал, неоднозначное отношение даже в рамках декоммунизации, объявленной во всей Украине и в Киеве в частности. Я думаю, что декоммунизация должна иметь два этапа. Первый – это снять все памятники с нашего символического пространства. Второй – это как бы внутренняя декоммунизация, частично деколонизация. Вот это намного сложнее. И насколько эта миссия будет выполнена, это зависит, конечно, не только, скажем, от той институции, в которой я работаю, от гражданского общества, от университетов, от других институций. Отвечаю на вас вопрос о столетии Октябрьского переворота. Да, это переворот. И даже, что интересно, вот сразу после 1917 года и в Советском Союзе это трактовался не как революция. Да, вот эта трактовка революции, она появилась намного позже. И в современной украинской историографии, хотя она сфокусирована на событиях тут, у нас, в Украине, и название этих событий – «Украинская революция», ну да, украинские ученые-историки трактуют это как переворот, большевистский, октябский переворот. И, честно говоря, я не думаю, что какие-то документы… Вы согласитесь, что абсолютно неоднозначно сейчас относятся во всем украинском обществе к декоммунизации, к памятникам, те, которые снимаются, к переименованию улиц. Разные аргументы звучат. От того, что нужно потратить время, чтобы поменять прописку, поменять документы, поменять таблички. Вот знаете, я с вами немного не соглашусь, потому что эти аргументы, по моему мнению, уже звучали. И как бы общество примирилось абсолютно. И вот люди поняли, что вот эти все советские истуканы, они вообще ничего для них не значили. И вообще, мне кажется, дискуссий сейчас как бы и нет. То есть дело не в прописке, дело… Нет, дело в привычке. Вот привыкли люди видеть Ленина на своей улице, и как бы если его сняли, то очень часто с этим человеком не посоветовались. Потому что, ну, просто понимаете, этого человека это не интересовало, да, вообще не интересовало. С ним не посоветовались. Стоит себе память теклеенную и стоит. А он немного обижается, что его… Ну, потом привычка эта просто пропала, и теперь его нет. Все, все. То есть вы считаете, что в любом случае нужно делать, если принято такое решение, то нужно делать, не оглядываться все время назад, не оглядываться… Нет, декоммунизация завершена вообще. Общество привыкнет? Привыкнет, потому что это ничего не значит для общества. Это незначимо, по моему мнению, для общества. Вот и советские Ленины, истуканы. Да, опять же, я уже сказал, что вот эта внутренняя декоммунизация, и это связано вот и с Октябрьским переворотом, и с той историей. История, в принципе, довольно-таки забытая, да, но это немного другие процессы. И, конечно, это может занять намного больше времени. По 6 ноября, еще одна дата, день освобождения Киева в 1943 году, это произошло в Советском Союзе, было принято освобождать к определенным датам, ну, вообще делать что-то к определенным датам. В данном случае в 1943 году освобождали Киев. Если говорить об официальных цифрах, то это 778 дней оккупации, и затем советские войска освободили. Но за счет кого? Чернопиджачников, да, так называемых украинцев, которые были вооружены кирпичом, или половиной даже кирпича в ватниках они были, так их, собственно, оттуда и пошло данное название, и все. И мешок соломы. Мешок соломы для того, чтобы можно было форсировать Днепр, хотя он был замерзшим, но там, где льда не было, а, соответственно, каким-то образом этот мешок должен был помочь. Николай Ватутин тогда командовал этой операцией, да, и тоже были споры, когда переименовали проспект генерала Ватутина. Сейчас, как вы считаете, сейчас эти споры утихли, и Ватутин какую роль для Киева сыграл? Ну, вы уже сказали сами, какую роль он сыграл, да, страшная история. Но многие воспринимали его недавно абсолютным героем, героем-освободителем. Сейчас, когда раскрываются новые страницы истории, когда мы уже знаем о так называемых чернопиджачниках, то, соответственно, отношение немного меняется. Или нет? Как вы считаете? Чтобы узнать, чем меняются ли отношения, нужно смотреть социологию, да, но мне кажется, что, конечно же, меняется. Если люди узнают, что такая история была, но что людей посылали на убои, люди умирали просто в огромнейших количествах, не было никакого смысла брать Киев к 7 ноября, да, то, конечно, люди узнают эти факты, они меняют свою точку зрения, это, конечно, нормально, это правильно. Насколько я помню, те люди, которых бросали на убой, во-первых, для чего это делалось, с вашей точки зрения, а во-вторых, кто эти люди были? Насколько я помню, это были те, кто пережил немецкую оккупацию, для того, чтобы искупили, так называемое, искупление кровью, да, их бросали в атаку фактически невооруженными. Для чего? Ну, чтобы взять Киев к положенному сроку, а все остальное было. У них же даже оружия не было. А вы думаете, это, в принципе, было очень важно для советского руководства? «Лес рубят, щепки летят». Эти люди были, мне кажется, другого такого склада ума. Для них человеческая судьба вообще ничего не значила. И даже судьба миллионов, в принципе, мне кажется. Они сидели там далеко, в Кремле, может, конечно, они все знали, да, они все понимали, но это, то есть, вот эти все жизни для них вообще ничего не значили. И послать там полмиллиона людей на убой, мне кажется, что это... В ночь с 6 на 7 ноября, мы уже говорим о наших непосредственных событиях, неизвестные залили цементом вечный огонь в парке вечной славы. Полиция сейчас выясняет причины. Пока что официальная трактовка неизвестная, причины тоже пока неизвестны. Как вы считаете, почему к 7 ноября я... Мне кажется, что не случайно произошел этот инцидент. Кому это может быть нужно и для чего? Ну, это вопрос к полиции. Кому, для чего. Я, в принципе, считаю, что такое поведение неприемлемо. У нас демократическое общество, мы можем дискутировать свободно на эти темы. Есть много других способов это делать. Медиа, социальные медиа, конференции. Просто люди между собой могут разговаривать. Но я не думаю, что вот такой способ можно что-то довести людям, которые сомневаются, у которых есть другая точка зрения. То есть я, конечно, могу понять логику этих людей, да, они не согласны. Они, например, не согласны с тем, что Ватутин там стоит. И я могу их понять. Да, у них есть своя точка зрения, но они должны аргументировать эту точку зрения в законный способ. Есть закон о декуммунизации. И согласно этому закону Ватутин не может быть демонтирован. Потому что он брал участие вот в этом процессе освобождения, изгнания. Да, что интересно, наш институт говорит об изгнании нацистов в территории Украины. Не о освобождении, а такое изгнание. В принципе, важный момент, вы понимаете, да? Вы имеете в виду, потому что коммунистический режим, непонятно в чем было именно освобождение. Это новый режим, а пришел другой режим, да. Ну, хорошо, а такие акты вандализма, например, замглавы Киевской городской государственной администрации Алексей Резников сказал, что это акт вандализма и позорный пример неуважения к памяти героев, павших героев. Может ли это быть использовано, если говорим мы непосредственно об этом инциденте, может ли это быть явной провокацией к 7 ноября заинтересованными силами? Представить, например, есть, многие не согласны, сказать, что это утроправые силы действуют, может быть, да, обвинить уже с кого угодно. Конечно, конечно, интересный момент. Тоже стоит посмотреть, да, вот, на каких ресурсах сначала появилась вот эта информация, да, кто разгонял вот эту информацию. Привести расследование. Вот мне даже кажется, что если я не найду... Ну, после такого события, я думаю, что неважно, на каком ресурсе выходят. Если вот этих людей не смогут найти, то может даже, можно будет сказать, что это кому-то, кто-то заказал, да, и может даже вот российская сторона вовлечена. В принципе, для них это вот эта ситуация постоянной информационной войны, это, конечно, очень выгодно, потому что они очень активно используют вот этот инструмент исторической войны, апеллируя к прошлому, к нашей деды воевали, вы переписываете историю, у вас нет права этого делать, да, мы один народ и так дальше. То есть это вот и общий нарратив, и общий дискурс. И, конечно, для них очень, там, для людей, которые в России этим занимаются, может вот такие все действия быть частью какой-то спланированной кампании. Конечно, я это не отрицаю. Возможно, нужно провести расследование, и все станет на свои места. Ну, подождем, на самом деле, расследование в следствии должно установить виновных и причины, по которым было это сделано. Еще говоря о декоммунизации, есть ли у вас понимание сейчас, есть ли статистика, проверяли ли вы по городам Украины, какой процент, есть ли процент переименованных улиц уже, ну, например, там, в Киеве это 100%, в Днепре это столько-то процентов, и сто ли это процентов. Есть ли общее понимание сейчас по переназванным улицам, по снесенным памятникам, переушановленным? Общее понимание есть, но статистика, к сожалению, поделиться с вами не могу сейчас, да. Вот эта реформа декоммунизационная, по моему мнению, была очень успешна. За довольно-таки короткое время были переименованы города, улицы и так дальше, в очень больших количествах. Конечно, может быть, в каком-то населенном пункте вот этот процесс не завершился, но вообще вот в масштабах страны декоммунизация завершена и успешно завершена. К столетию Октябрьского переворота в Киеве должен был появиться музей, который бы рассказывал об этом событии больше, но сейчас перенесли открытие музея. На какую дату перенесли музей, какие там будут представлены экспонаты и о чем он будет рассказывать? Не могу вам сказать, на какую дату перенесли. Но вы знаете, я, в принципе, не вижу ничего плохого, что вот такие очень сложные проекты переносятся. Это занимает довольно-таки долгое время, чтобы сделать очень хороший, качественный вот такой музей. То есть концепцию продумать, собрать людей, чтобы они поговорили об этом. Как он будет точно называться? Музей, если я не ошибаюсь, там что-то связано с тоталитарной пропагандой. Музей тоталитарной пропагандой. Да, и это не государственный проект, это частичный проект, да, там очень много людей вовлечено, то есть... То есть что туда войдет? Какие экспонаты? Это только революция, либо это в принципе тоталитарный режим? Это в принципе тоталитарный режим, это все памятники, которые представляют ценность, архитектурную ценность, историческую ценность. Да, вот я думаю, что они в Киеве и в других регионах страны, они должны быть представлены в этом музее. Зачем там переплавлять вот эти все памятники на меде и так дальше? Вот даже в интернете можно почитать, что там города избавляются от этих памятников, и они либо стоят там где-то, неизвестно где, да, или просто их продают на металлолом. Если это ценный памятник, то зачем это делать? Конечно, лучше его поставить в такое место, чтобы люди, дети приходили, смотрели, чему-то учились, да. Но не просто их поставить, если их просто поставить, то мне кажется, что впечатление будет близкое к нулю. Нужна вот общая история, общий нарратив, чтобы рассказать всю историю с помощью этих памятников. Это, по моему мнению, довольно-таки сложный проект. В самом деле, нужно хорошо подумать, как это сделать. Такие проекты на Западе делаются 10 лет, и... В странах Балтии был пример, да? В США, то есть такие проекты, ну, другие немного проекты, да, мемориционные, они там... Но если мы говорим о тоталитарном режиме, о памятниках, да, в странах Балтии, есть же пример, что собрали все памятники и перевезли в одно место, где все желающие могут ознакомиться. Даже в России есть такое место, да, в Литве есть, в Венгрии есть, в других странах. То есть вот этот проект очень интересный, и мы повторяем, используем вот этот опыт этих стран. Но просто немного пугает, что время идет, да, вот эти все памятники, они пропадают, они, в принципе, очень интересные. С точки зрения истории? С точки зрения истории, конечно, и людям хотелось бы посмотреть вот в одном месте, до страны. И еще хотел бы вас уточнить, оцените уровень и силу советской пропаганды, потому что даже сегодня еще находятся симпатики и коммунистической партии, и ленинской идеологии. То есть настолько это сильно укоренилось в мозгах, и когда ваш проект, коротко, буквально, когда это выветрится из головы? Советская пропаганда, конечно, была сильна. В чем ее сила? Сила в тоталитарности, в том, что не было других точек зрения. Сколько нам нужно лет для того, чтобы избавиться? 20, 25, 30, сколько? Много лет, я бы сказал, да. Еще много. Понимаете, вот если ты что-то делаешь... Если коротко, сколько лет? Я бы сказал, что одно поколение, но надо этим заниматься, да, надо рассказывать вот эти истории. Спасибо вам большое, спасибо за ваше разъяснение. Виталий Агенко, главный специалист Украинского института национальной памяти, только что был гостем программы «Лицом к лицу». Меня зовут Сергей Чернышев. Не переключайтесь и смотрите UATV.